Пушка на Приморском бульваре Памятник на Приморском бульваре города Одессы Посвященный успешному отражению нападения англо-французской эскадры на Одессу во время Крымской войны 1854-1855 годов Памятник был открыт в 1904 году История точного времени в Одессе Живя в Одессе, а с Пушкин зачастую просыпался утром, услышав выстрел сигнальной пушки со сторожевого корабля, ошвартованного в Одесском порту Отзвук этого выстрела имеется в романе в стихах «Путешествие Онегина» Ту же подробность городской жизни отметила в повесите «Номерованная лужа» Елена Ганн Медленно стлался вечерний туман по морю Наконец грянула зуревая пушка Выстрел прокатился отгулом грома по волнам и стих в отдалении Тут уже речь идет о другой пушке Той, которая с конца 1820-х годов сидела на цепи на Николаевском бульваре Примерно там, где сегодня верхний павильон фуникулера Это орудие было трофейным турецким взятым русской армией Как и трофей в кампанию 1828 года Стреляла она не только утром, но и вечером, а позже еще в полдень Полдень возвещается в Одессе выстрелом из пушки, стоящей против монумента герцога Деришелье Ту пору знак нему подавался из дома графа Воронцова По находившемуся там хронометру свидетельствовал современник О том, как это было, написал в книге «Старая Одесса» А.М. Дерибас Около полудня важный мерно шагает у памятника Ришелье часовщик Штерн С правой стороны бульварной лестницы два бравых артиллериста стоят у пушки Из которых один с фитилем в руках смотрит на Штерна, не спуская глаз Вдруг Штерн машет рукой, грянул пушечный выстрел и все портовые суда оглашаются веселыми звонками Часы тогда, особенно карманные, имели далеко не все Городских часов было и того меньше И сигнальные выстрелы позволяли хоть как-то ориентироваться во времени Недаром в росписи городских расходов наряду с поливкой бульвара Содержанием городских садов и газовым освещением улиц была предусмотрена поверка А также исправление городских часов и сигнальные выстрелы Для которых не было ни выходных дней, ни праздников Почему пушка была на цепи? Медь и в 19 веке была в цене и не только сейчас имеются охотники за цветными металлами В одну из ночей перед самой Крымской войной стоявшей на бульваре у подножия памятника Дюку Деришелье медная сигнальная пушка бесследно исчезла Все старания полиции найти ее были тщетными Позже стало известно, что пушку распилили на части и медь употребили в дело Полиция и градоначальник были в отчаянии от этого скандального происшествия Через некоторое время после этого случая к градоначальнику на прием попросился из тюремного замка арестант Мазурик для секретного разговора В случае, когда арестанты сообщали какую-нибудь тайну лично градоначальнику, без свидетелей уже бывали и раньше Арестант, опасный преступник в цепях, был приведен в кабинет градоначальника под конвоем Он заявил, что может указать свидетеля, который видел, кто и когда уворовал пушку За открытие секрета он потребовал 5 рублей Градоначальник согласился и приказал одесскому полицмейстеру отправиться вместе с арестантом туда, куда тот укажет Арестант привел полицию на бульвар и как на свидетеля кражи указал на дюкады Ришелье, у ног которого раньше стояла пушка Градоначальника вначале охватил гнев, но потом он расхохотался и выдал остроумному и находчивому арестанту пятерку Рассказывал думец одесит Иосиф Чижевич Попытки украсть пушку из разных соображений, в основном из-за зарства и природного юмора одесситов, с разной долей успеха, продолжались, пока ее окончательно не увели вторично В 1880 году горожане ходатайствовали о приобретении новой пушки и даже велись переговоры с руководством Керчинской крепости В 1882 году перед только что назначенным генерал-губернатором края героем русско-турецкой войны 1878 года гурка возбудили ходатайство о пушке 30 июля 1882 года городу таки передали одно медное орудие из числа отбитых у турок С тех пор полуденные выстрелы возобновились, но пушка теперь уже стояла во дворе Воронцовского дворца и вывозилась на бульвар лишь для выстрела в полдень Крымская война и английский фрегат «Тигр» 10 апреля 1854 года прикованная сигнальная пушка молчала Никто не расслышал бы ее выстрела в грохоте англо-французской корабельной артиллерии и русских береговых батарей Да и не до того была, шла Крымская война, памятная сегодня по героической обороне Севастополя Целый день, 13 часов без перерыва англо-французская эскадра бомбардировала Одессу, сильно повредив здание города и Воронцовский дворец 21-летний артиллерийский прапорщика, Щеголев выдвинул русские пушки своей артиллерийской батареи на оконечность практического мола Стремясь дотянуться идрами до неприятельских кораблей и в течение 6 часов вел неравный бой, отогнав эскадру Через 20 дней союзная эскадра понесла под Одессой существенную потерю, которую французский адмирал Гамеллен расценил как национальное несчастье В районе нынешней Аркадии сел на мель паровой фрегат «Тигр» — гордость тогдашнего английского флота Вечером того же дня фрегат, как сообщалось в нашей реляции, береговыми батареями был зажжен и вследствие того взорван на воздух В мае 1854 водолазы подняли с морского дна 19 пушек фрегата, большинство которых оказались вполне исправны Две бомбические пушки «Тигра» перетащили на батарею, которую построил на свой счет Джиджи Мока близ нашего дома в конце карантинной улицы Одна из пушек при испытании разорвалась, писал Каскальковский в воспоминаниях молодости Вторая пушка долгое время оставалась на месте заброшенной постепенно разрушавшейся батареей, которую в конце апреля того же 1864 года соорудил карантинный босс Мандемохка в начале улицы Канатной возле дома археолога и Пебла Рамберга Пушка-памятник В 1903 году в преддверии 50-летия бомбардировки Одессы английскую пушку отыскали и намерились превратить ее в военно-исторический, как тогда говорили, памятник Для этого создали комиссию, которая, как сообщалось в газете Одесские новости, приняла меры, чтобы все разрушившиеся от времени и ныне восстановленные части морской бомбической пушки, снятые с военного английского судна «Тигр» и «Лафета» вполне соответствовали эпохе Тогда же водолазы снова, теперь полвека спустя, побывали на месте гибели фрегата и подняли несколько лидер соответствующих калибру пушки После реставрации пушку перевезли на Николаевский бульвар, где в сентябре 1904 года водрузили на постамент, превратив из участницы в свидетельницу многих событий Новый памятник, подкупавший исторической подлинностью, всколыхнул память современников давних событий в независимой Украине В августе 2004 Одесский ремонтно-монтажный комбинат закончил реставрацию пушки с английского фрегата, установленной на Думской площади Ствой детали орудия 1847 года реставрировались впервые Чугунная поверхность была отшлифована, покрыта грунтовкой, а затем тремя слоями современной краски Несмотря на такой слой покрытия, пушка сохранила свой первоначальный исторический рельеф Сохранена каждая трещинка и выбоина на металле этой была основной задачей при реставрации, подчеркнула сотрудник предприятия Крошка разногласия возникли относительно реставрации лафета, на котором стояла пушка Вопрос стоял в том, чтобы сделать ли его под старину, либо оставить дерево светлым, не скрывая факта реставрации В окончательном варианте лафет после обработки морилкой серо-черного цвета, словно с дна моря Доски для деревянного сооружения вымачивались в специальном растворе, предохраняющем от действия окружающей среды вредителей Конструкция сделанная с сибирской лиственницы, на конструкциях из которой держится Венеция Последний раз лафет менялся за 18 лет до того, в 1986 году и был сосновым С тех пор дерево полностью пришло в негодность Мастера, которые снимали пушку, рассказали, что нашли в стволе около двух десятков бутылок и банок А мемориальные таблички были сделаны из старых надгробий второго кладбища, отметил и Крошка, 19 августа 2004 года отреставрированная пушка выстрелила Высказывание об одесской пушке В 1917 в стихотворении «Бульвар» Юрий Олеша писал о цветниках у безголосой пушки Смутно помню рассказ бабушки, маминой мамы, слышанной ею, в свою очередь, от ее мамы, то есть моей прабабушки Историю артиллерийского прапорщика Щеголя писал в книге «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок оберона» Валентин Катаев Сам артиллерист в Первую мировую и гражданскую войну В произведениях Катаева то и дело возникает одесская пушка В дни январского восстания 1918 года герой романа «Волны Черного моря» Гаврик Черноиваненко Обороняет Гайда Маков в Центральной Радой Николаевский бульвар поставил один из пулеметов, которыми был вооружен красногвардейский отряд У подножия знаменитой исторической чугунной пушки По воле автора Гаврик придет сюда и в октябре 1941, в последний день обороны Одессы Перед уходом партизанского отряда в катакомбы Они подошли к стоящей над обрывом старинной чугунной пушки на ступенчатом деревянном лафиете Из-под обрыва торчали тонкие стволы зенитных орудий Пройдет два с половиной года и вышедший из катакомб партизаны придут на Приморский бульвар Где пушка по-прежнему смотрела в открытое море, широко и свободно синевший за портом Это было 10 апреля 1944 года, ровно через 90 лет после бомбардировки Одессы англо-французской эскадры В день, о котором в 1942 году мечтал и написал в стихотворении Одесса Семен Керсона Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин